31 января в Дом правительства Республики Татарстан под председательством Рустама Мениханова состоялось заседание Совета директоров акционерного общества ТАТ «Нефтехиминвестхолдинг». На первой встрече календарного 2023 года обсудили результаты работы химической отрасли республик в ушедшем 2022. С докладом об итогах деятельности базовых предприятий нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан выступил генеральный директор акционерного общества ТАТ «Нефтехиминвестхолдинг» Рафинат Ярулин. Обсудили и работу Химграда. Крупнейший химический технополис республики за прошедший год представил ряд интересных проектов. Один из них в сотрудничестве с Казанским федеральным университетом. Напомним, что в Химграде расположена опытно-промышленная установка для производства исходного мономера и опытных партий суперконструкционного термопласта полифениленсульфида из отечественного сырья. Проект разработали химики Казанского федерального университета на основе материала широко используемого в авиационной и ракетно-космической промышленности термопласта. Импортозамещающая технология получения термопласта полифениленсульфида разработана совместно с предприятиями города. Мы достигли очень высоких параметров по полифениленсульфида. Он очень высокомолекулярный, что мы определяем, например, по такой параметре ПТР, показатель текущей расплавы. Дело в том, что это параметр, который указывает, сколько полимеров протечет у нас при 320 градусах за какое-то время. Основными производителями данного полимера на мировом рынке являются Япония, Южная Корея, США и Китай. Российский аналог полимера, по данным Минобранауки России, не уступает импортному в технических свойствах. Он обеспечивает работоспособность изделия в диапазоне от минус 200 до 220-240 градусов Цельсия, а кратковременно до 270 градусов. Полимер очень нужен и оборонщикам, и нужен и промышленникам. Сами понимаете, полимер, который при 240 градусах не растрескивается, не плавится. Это очень важный конструкционный материал. Велась активная работа по созданию импортозамещающих продуктов. В докладе отмечен высокий потенциал замещения импорт химической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, а также необходимость развития отечественных технологий и оборудования для нужд российской экономики.